Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В столице Армении, Ереване, толпа протестующих ворвалась в здание парламента страны и избила спикера Арарата Мирзаяна. Причина агрессии – прекращение боевых действий в непризнанном Карабахе и сдача большей части его территорий Азербайджану. Как передают СМИ, несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, тысячи людей собрались в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства. Спустя некоторое время возмущенные армяне приехали и к дому премьер-министра Армении Пашиняна. Что касается нападения на Мирзаяна, то оно произошло в момент, когда протестующие пытались выбить из спикера информацию о местонахождении Пашиняна. На видеокадрах видно, что мужчину выволокли из его служебной машины, после чего избили, и он остался лежать окровавленный на асфальте. В итоге политик был госпитализирован. Между тем Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что Мирзаяна оперирует. Это преступление не останется безнаказанным, подчеркнул он. Как известно, 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Именно на фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы. Главное, стороны остаются на нынешних позициях. Шуша под контролем Азербайджана. Армения отдает Азербайджану все занятые районы вокруг Карабаха. Уже занятые азербайджанцами территории также остаются за ними, а не занятые у Армении. Армении остается лишь 5-километровый Лачинский коридор, который связывает ее с Карабахом. Этот коридор, а также линию соприкосновения в Карабахе займут российские миротворцы. Также вместе с российскими будут введены и турецкие миротворцы. Заявление подписантов. Премьер-министр Армении Пашинян в Facebook написал, что это было трудным решением. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении Карабахской войны в час ночи. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа, подчеркнул глава правительства. Он отметил, что принял такое решение после глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Он назвал это возможным наилучшим решением сложившейся ситуации. Президент Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие. Глава государства в своем обращении уточнил, что всего контингент будет насчитывать 1960 военных. Алиев подчеркнул, с подписанием заявления поставлена точка в урегулировании конфликта в Карабахе. Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ставится конец оккупации азербайджанских земель, отметил он. Пой, чабан, песню пой. Пой о родине моей, как сладок этот воздух угор, как звонка в гор бежит ручей. От этой звонкой тишины от счастья я сходу с ума. Гюй, гюля, прозрачно нет воды, и родина такая ты одна. Пой, чабан, песню пой. Твои песни, как весенний дурман. Пой, чабан, и прославляй. Наш край азербайджан. Пой, чабан, песню пой. Твои песни, как весенний дурман. Пой, чабан, и прославляй. Наш край азербайджан. Пой, чабан, песню пой. Про наши горы и поля. Облака, книжи и гор. И это все наша земля. Как громко звучит твой сад. Эхо летит по всей земле. Словно это трель соловьев. Я счастлив в этой стране. Пой, чабан, песню пой. Твои песни, как весенний дурман. Пой, чабан, и прославляй. Наш край азербайджан. Пой, чабан, песню пой. Твои песни, как весенний дурман. Пой, чабан, и прославляй. Наш край позабочен Пой, чабан, песню пой Твои песни, как весенний дурман Пой, чабан, и прославляй Наш край позабочен Пой, чабан, песню пой Твои песни, как весенний дурман Пой, чабан, и прославляй Наш край позабочен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok